всех пресс друзья на связи данки в этом я хочу вам показать бой из турнира две крепости играли мы против ютубера под ником димон мексика это такой довольно популярный знаменитый ютубер снимать свои видео на мексиканском языке вот он тоже записал видео этого боя что ссылка будет в описании и по нотации в конце если захотите посмотреть этот же бой с другой стороны но там будет мексиканский язык вот своему другу передаю привет мексиканцу далее у нас суть турнира в том что у нас есть готовая база чистично отстроена то есть там несколько центров снабжения электростанции по его оборонитель сооружения виде торпедных установок бункеров ракетных установок плюс есть немного стен турнир немного похож на как за каменной стеной там тоже есть линия защитных сооружений стены но они все были под управлением искусственного интеллекта ну так сказать вашего напарника вот здесь же все под вашим контролем изначально построена и вам остается только развить свою базу выбрать тактику которую собираетесь играть допустим авиации полностью или пойти в наземную технику или пехоты вариант много на самом деле вот и дальше задача уничтожить два штаба чтобы отмечены специальной иконочкой который нужно уничтожить знаю задача турнира это уничтожить два штаба для этого вам нужно прорваться через барона уничтожить штаб который изначально построен 1 и вот здесь 2 еще есть 3 вот здесь на выбор 3 штаба вам надо уничтожить 2 вот такая иконочку но есть секундочки нет значит этот штаб уже отстроили до этого мы с потеря если вы уничтожите то этого мне принесет победу часто жалуются в поддержку что я уничтожил два штаба мне победу не считала потому что некоторые игроки думают что можно уничтожить штаб который отстроили за это дадут победу нет дают победу только сегодня что жити два вот таких вот штаба далее по тактике которая играем как видите я специально циклоном разведал чем занимается мой оппонент это очень важно потому что у меня был опыт я проиграл бой когда меня зарашили флотом неожиданно для меня вот и поэтому я теперь делаю циклона в начале игры чтобы просто посмотреть чем занимается мой оппонент массы гхм выходит в авиацию и же во флот соответственно под это я буду корректировать свою тактику то есть добавлять больше тайфунов или наоборот от них отказываться переходить в грады сейчас я делаю заводы построил заводы зевсов на них я призвожу зевсы в количестве двух единиц за раз там раз 30 40 секунд вот сделал щит и делаю еще тайфунов дополнительно я вышел в бомбардировщики вот у меня авиазавод сверху заводы располагаю обычно по центру потому что если язык террас поставить завода в одну сторону то сопротивление пойдет вот отсюда и у меня возникнут большие проблемы не потеряя один штаб вступаем бой с нашим оппонентом он играет очень быстро развивается мощно и у меня возникает проблема с тем что у меня выгнал с центра карты в начале игры я делал молотов немного с пехоты для того чтобы удерживать центр карты так сказать запугать своего оппонента потому что сейчас насколько известно игроки часто играют молотами как террации и это нервирует игроков сопротивления они начинают застраиваться с зонарными пушками выходить в истребители и минироваться то есть тратить ресурсы не на то что нужно нужно в том случае если играем молотами на самом деле я делал молотов чтобы испугать своего оппонента чтобы заставить его потратить ресурсы не на то а сам вхожу в зевса щит и буду через сказать силу через лобовое сражение пытаться достигнуть цели своей добраться до этих штабов и уничтожить полностью базу уничтожать не обязательно просто уничтожить и два штаба но я принципе это говорил мало ли бывают игроки которые не понимают для разведки смотрите у меня есть циклоны я могу еще разведку посмотреть чем они занимаются чтобы понять где можно пролететь вертолетом посмотрите на свою базу найдите эту точку где нету пво никаких и пролетите через нее у вас получится тогда разведать даже вертолетом истребители делать необязательно они здесь немного бессмысленны потому что нужно но они эффективно будет только спортивник использует вертолет в больших количествах а так от этого толку будет мало потому что много по вас национальных на базе и ваш оппонент просто будет сидеть за ними а вы потратите ресурсы но использовать свои истребители не сможете вот но давайте перейдем комментирование боя у моего оппонента выходит герой левиафан он сейчас будет запускать меня ядерную ракету то что тут видно у меня юниты в кучку стоят поэтому я уже на начинаю отходить включил буст на воздух он должен по логике уменьшать входящий урон от ядерной ракеты на 30 процентов вот как видим попадание уничтожил два зевса а так в основном я увернулся от его выстрела и продолжаю вступать в бой ну прям проблема тайфунов мне почти всех уничтожили гигахама рвется вперед я зевс плохо начал контролить видимо что-то запутался немного управления вот отправлять бомбардировщики у меня есть и их некоторое количество на аэродроме еще два заряжается первая бомбежка я думаю попали по ягуаром или хамелеон кому-то ну кого-то мы должны точно были задеть потому что туман только-только заехал а я вот про бомбил не за что можно было пониже чуть-чуть на клеточку то вообще может что-то убил до хамелеон там еле живой есть ягуар сейчас его будем уничтожать еще один бомбардировщик летит атакует одной бомбы задевает ягуара сплэшем урон наносит но этого недостаточно для его уничтожения и я перехожу в массу производства зевсов сейчас буду на включать буст на производство техники мне идти вперед очень бессмысленно там левиафан который сейчас будет ремонтироваться на золотых бустах и мне вообще по идее агрессивно играть уже и нельзя здесь до заказа моего мексиканца идет так сказать в центр карты поэтому получается некоторые танки уничтожить без существенных потерь по хп вот в итоге центр карты им отдаю понятно что не получится мне уже никак здесь держать центр левиафан почти фуловый возвращается в бой вот но зато я бомбардировщиком довольно эффективно как видите бомбардируем его хамелеон то есть каждый раз практически тор попадает по крайней мере в области тумана я не знаю сколько там юнит уничтожил не уничтожил и разрезал пхп но в целом бомбардировки эффективны при этом у противника моего нету истребителя у него нету большого количества дикобразов соответственно я могу свободно летать бомбардировщиков и пытаться куда-то попасть у меня есть циклон кстати тот самый циклон который был у меня с разведки здесь я решил наугад кинуть все бомбардировку и попадаю уничтожая один или два ягуара остальные уже очень сильно разряжены пхп но это мне позволяет принять попытку заехать на холм вроде пока еще этого не делала здесь еще бомбардировка отличная уничтожается 2 хамелеона конечно можно было точнее ударить вот ну опять же я бью так сказать наугад я если но я понимаю что все разведаю свой оппонент он увидит что его разведал он соответствует свою армию звенит куда-то сторону можно на этом моменте попробовать пригода перед угадать куда он поедет а можно попробовать просто предугадать мысли противника когда ты играешь в бою подумать вот куда бы я поставил технику наверно сюда я поставил соответственно я туда и отправился бомбардировщиков и они в итоге попали не так четко конечно но зато мой оппонент не знает что ему на скорее все делать как и вообще попытай бомбардировщики по нему есть никакой разведки не было может быть никакая небольшая паника будет ну в итоге ядерка отработала у левиафана я использую еще один один бомбардировщик и бомбардирует тыл то что собирался идти в атаку вперед думал ли он сейчас отступит потому что у него хамелеонов там одна единица должна быть до заказа уже на рассказе все был еще один хамелеон нет не было мы уничтожаем хамелеон и вот оголенные ягуары здесь идеально подошли вертекса чтобы добить ягуар но в целом я вижу что да у меня зевсов не так уж и много но и у моего оппонента ягуаров немного и те как что у него есть они очень слабенький по хп до заказ конечно идет еще оса в общем мой оппонент прям активно использует героев я в них не стала выходить то что как-то не до этого было вот я отправляю бомбардировщики уничтожая завод хамелеонов своем оппоненту то что понимаешь мне сейчас большие проблемы с хамелеон сейчас еще один выбил здесь нигде не видно хамелеон то есть мой оппонент теперь играть без хамелеонов против зевса щита да у него есть герои там левиафан может кинуть ядерную ракету а сам может ослабить временно броню моих юнитов по сути заменяет хамелеон но по крайней мере без хамелеона мне будет проще играть танковать здесь он теряет свою большую часть армия у меня до заказ потихонечку идет еще плюс того что у меня завода расположена центре карты практически вот здесь им что и доверка недалеко доехать до заказу до центра то разве что до низа далеко с этой стороны будет но как видим заводу меня не под угрозой я посажу технику и мне до заказа довольно быстро доезжает до поля боя принимает участие в сражении за счет этого у меня и получается захватить центр и удерживать аэродрома тоже поставил посередине в случае если противник снизу полетит своими хамеле сверху я смогу быстро отреагировать и попасть своим бомбардировщиком отправляю еще своих три бомбардировщика и уничтожаю своему оппоненту завод у меня получается это сделать три бомбардировщиком вижу заодно что у него хамелеунов нету четыре ягуара вот отправляю еще два бомбардировщика они атакуют уже по разведке тора ягуар противника в итоге мы уничтожаем три ягуара дикобраз и моего оппонента по сути то уже толком ничего не остается но как мы видим он вышел в авиацию он сделал четыре кречета залетает немного под мои тайфуны в итоге мы сбиваем видимо все истребители нашим оппонент пошло армия успел включить буст на золотой воздух он видишь и дали стрельбы всех пво юнитов на три клетки вот но и здесь опять вступаем в бой щит зевса левиафан сейчас будет запускать нас ядерку я это понимал но подумал что нами щит мой выдержит плюс я отхожу чуть назад чтобы не оказаться в эпицентре взрыва но все-таки узкие проходы здесь трудно как-то сманеврировать отойти в сторону за счет этого этот урон я получаю существенный плюс из-за узкого холма подъем точнее мои тайфуны не могут быстро сблизиться с тайфуном с этим с левиафаном и не могу его нанести достаточно урона но зато тут на передке видно завод хамелеона я уничтожаю оппонент успевает его включить сейчас буду на пробовать его выбивать ты единственный хамелеон который есть противника но он прям спешно выезжает от нас и сохраняет свою единицу мы здесь не спеша играет тайфунов постепенно сближаемся вот я использую золотой воздух для того чтобы сбить левиафана зевс составляет по хамелеону ну и сейчас постепенно постеменно мы пытаемся дожать нашего оппонента у нас есть еще как козырь бомбардировщики которые могут завода уничтожить против армии здесь не вижу смысла использовать этот бомбардировщик просто не угадаешь тут хамелеоне может быть одна боевая единица всего ради нее тратить три бомбардировщика нецелесообразно лучше разбомить противнику завод вот ну я то самом деле на этом моменте уже расслабился потому что на чё тут заводы хамелеонов нету зовет завод и варф уничтожен ну если левиафан который может напрягать да вот но я думаю что мы сейчас с ними расправимся вот отправляю свои бомбардировщики для разведки уничтожая снайперскую вышку заодно вижу что там сверху есть аэродромы вот ну и завод героев третьего уровня уничтожается есть санкциональная пушка пытается уничтожить щит получится не получится они пока неизвестно скорее всего получится да я здесь как-то совсем перестал контролировать свои юниты поэтому просто расслабился подумал что мне противник сделать не у заводов регуаров мало героев завода нет то есть у него будут большие проблемы с этой стороны управляются 4 бомбардировщикам они будут уничтожать завод хамелеонов которые заметил он только-только поставил на апгрейд и как мы видим мы его уничтожили вот здесь снизу видно что четыре ягуара есть противника и 1 хамелеон у нас армия пожирнее будет 5 десов уже на передке плюс еще едет подкрепление вот но я просто начинаю стрелять туман плюс если бомбардировщики которые пытаются отбомбиться по туману в принципе урон мы нанесли какой-то сам оппонент тоже здесь стояли ягуары вот и идем вперед щиты у меня видимо разрядились мой понят начинает массово производить стрекоз вот но есть опять же пытаюсь еще его туман в общем игроку сопротивляется до конца у меня прям реально возникла проблема перка что я расслабился слишком сильно плюс левиафана доставляет много мне проблем был бы у меня солярис было бы намного проще конечно вот но как видите я здесь оставил свой тайфуна щиты отвел назад решил зевсами уничтожить ягуар пока не были без хамелеона а так с левиафаном не оборотся уже совсем трудно моих тайфунов тут две штуки не хватит для того чтобы уничтожить этого левиафана отправляя толпу толпу своих бомбардировщиков уничтожаем все заводы ягуаров моему оппоненту еще на всякий случай по середине разбомбил мало ли выживет какой-либо завод вот с этой стороны уничтожается еще какой-то завод штурм машин до заказ уже пошло все у меня 3000 ресурсов я не трачу их как положено на большое количество юнитов я продолжаю производить зевска здесь даже зевсов на заказе нету в общем как-то сам искусственно может затягивал бой конечно этого сделать не хотел вот ну так вышло что мой оппонент вообще прям играет до конца здесь сейчас будет ядерный бум как видим щиту он снес где-то 70 процентов на 65 хитпоинтов потому что он был под щитом своего напарника так сказать ядерка у него прокачан очень даже неплохо ну и потихонечку потихонечку мы сейчас видимо избавимся от левиафана нет он все-таки улетел в туман войны но пока что в бою он не сможет вступить потому что слишком мало жизни если он стопит то потерпит поражение моих тайфунов вот ну и наша цель добить все-таки моего оппонента поэтому я сношу авиазаводы второго уровня он не делал истребители что-то так слишком много авиации у моего оппонента вот и мы в центр все-таки вгрызаемся здесь есть какой-то хамеле на я знаю что там армии нету сейчас еще одна ядерка запускается по моей армии на этот раз он стреляет попадает но юниты у меня из-за его же здание довольно хорошо рассредоточились по области поэтому урон не был для меня серьезно я уничтожаю левиафана своему оппоненту наконец-то вообще левиафан за сколько там за 13 минут боя может даже больше за 15 до 17 ни разу не был уничтожен и мне доставлял очень много проблем здесь идет добивание штаба но это не завершение еще боя потому что до завершения еще далеко надо еще уничтожить второй штаб это пока только мы первым уничтожили здесь я разбомбил своему оппоненту аэродромы чтобы он не летал больше по мне вертексом добил завод еще штурмашин там чоку-то умер . атаковал здесь видим три ягуара хамелеон у меня три зевса то есть сил не равны потому что зевс уже немного разряжены пхп чита нету надо отступать назад надеюсь что смогу отступить вот на этом моменте опять уже расслабился две с половиной тысячи ресурсов кого было full стала не full в общем обычно некоторые игроки под конец расслабляются а потом и проигрывать внезапно здесь атаковал вертекс хамелеон попробовал уничтожить но по крайней мере пхп разрядил еще что-то уничтожим бомбировщиками сверху видимо заводы какие-то вот и собираю новая армия моя в целом все неплохо уже почти опять full кого 5 штаба 5 штаба 5 штаб до огнем и штаб сеть до 5 штаб вот управляем бомбировщиков уничтожаю завод героев тут я так семён добивается чем моему оппоненту игралось не очень комфортно потому что ему весь бой манировщики выбивали заводы он бы поставил кучу стационарных пвошек и построил дикобразов покречетов у него другая была проблема что под его базой зевса щит который нужно тоже уничтожать она с удовольствием потратил ресурсы на повон у него их просто банально не было и ситуация не позволяла строить одни только по вот я готовлюсь опять в атаку все напрягая его истребителями довольно сильно заодно разведаю что где находится и что я делаю я ставлю луч решил я чуть-чуть это кстати развлечься вышел в супер оружие здесь небольшой бой затесался правда мой оппонент пропустили бы бомбардировку я уничтожил ему хамелеон он думал сейчас у меня видимо насколько ему дарит пока не готов но я был готов таки разбомбил его вот я откажу назад как бы вообще уже никакой угрозы не представляет мимо оппонент сейчас мы зарядим супер оружие через 30 секунд ударим по базе и зайдем добьем его штаб здесь я бомблю наугадным бомбировщиком не попадая у него армия находится слева вот и идет запуск супер оружие вылетает луч из здания давай вылетай долго все вылетел и прилетает он по его хаму здесь только что видели его хам его уже нету вот и далее уже здесь щит с тайфунами спокойно добивает эту базу почему я не играл героями потому что не у меня слабенько прокачена на аккаунте вот этом и акции там до выхода левиафан не хватило одной или двух секунд и присмотрел видик в общем герои в них еще выйти надо дороговато немного по электроэнергии по ресурсам а эффективность них будет не такая то есть меня будет чуть-чуть зевсов чуть-чуть тайфонов чуть-чуть щита и слабенький герой то есть мне кажется это не очень эффективно поэтому решил он играть одной связкой то не зевса вот такой бой был против димона здесь вам понравился пишите комментарии приглашаю вас в клан к себе еще да кстати у нас 22 человека три места и свободных игрки от 17 плюс ранга винрей там тоже 55 60 процентов плюс играем открываем клановой поставки пока только одну открыли но сегодня только или вчера вчера обновились клана поставки потихонечку играем клан новый ждем ребят по клану вот ранге нас в основном от 15 15 так много игроков атака 18 19 20 21 можно вечером зайти поиграть с кем-нибудь вместе на связи был данки и всем даче так я и вилла так и Субтитры сделал DimaTorzok